Мне так стало жалко Олю, я решила разложить карты на неё. И я не показываю, я только расскажу. Я посмотрела, не обижайся Оле, но я расскажу, что есть. Крыша твоя, которая тебя покрывала, закрывала, крышу над головой, над твоим бизнесом и так далее, она потихоньку превратится в иллюзию. Лодка, на которой ты плыла, она дала пробоину, так что лодка потихоньку идёт ко дну. Ты выросла очень быстро, но и так же больно будет падать. Ветер перемен унесёт твой бизнес, как я сказала уже. Инстаграм накрылся медным тазом, и тебе уже трудно и сложно будет получать такие гонорары. Ты хотела за уши притянуть людей с Инстаграма в Телеграм-канал, но так как у тебя они накрученные, столько подписчиков не будет, гонораров столько не будет. Не будет гонораров, потому что все бренды импортных компаний исчезли с поля зрения. Что тебе рекламировать? Нечего рекламировать. Петь ты не умеешь, клипы создавать, чтобы нужно деньги, аранжировка туда-сюда, сама знаешь. Просто так тебе делать за бесплатно никто не будет. Если раньше у тебя были деньги, ты платила за всё, сейчас тебе будет сложно находить деньги на твои клипы. Это первая половина твоих выступлений. Второе. Допустим, ты выйдешь когда-то на сцену, а люди уже поняли, что ты не певица, они давно знают, что у тебя голоса нет, что ты можешь петь только под фонограмму, ну, кривляться, короче. Если меня сейчас одеть, приодеть красиво и создать мне музыку, я любую песню могу, и под любую песню могу на сцене кривляться. Но я не выйду туда, потому что у меня есть диплом преподавателя. Я могу работать в школе, я могу работать в саду воспитателем, я могу работать методистом в детском саду, я могу работать заведующим детским садом, могу работать директором школы. Всё. Дальше я не могу пойти. А человек, который не имеет диплома и вышел на сцену, который не имеет голоса и вышел на сцену, кривляется на сцене, извини. Всё имеет свою цену. Ты допустила в жизни ошибки, а эти ошибки, как говорится, фильтруются. Хотя вы там в инстаграме, все инстаграмщики принимали какие-то фильтры, делали. Но извини, вот я смотрю Макеева, артистка, а пошла квантовую психологию изучать. Ты, артистка, иди играй на сцене. Это хорошо, что сейчас мусорщики не идут работать хирургами. Вы представляете, чтобы было? Подписывайтесь на мой канал по этому. И я вам ещё много чего расскажу. А на этом всё.